Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Сегодня состоялось первое пленарное заседание парламента Азербайджана Мили Меджлиса 6-го созыва, в котором принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. На заседании избраны председатели и заместители председателя Мили Меджлиса, председатели и заместители председателей парламентских комитетов. В ходе голосования председателем парламента избрана Сахиба Гафарова. Ее кандидатура была предложена правящей партией Новый Азербайджан, имеющая большинство голосов в парламенте. За Гафарову проголосовали 116 депутатов. Стоит сказать, что впервые в истории парламента Азербайджана возглавила женщина. Сахиба Гафарова – специалист по современной русской и американской литературе, доктор филологических наук. Занимается исследованиями гендерных проблем в филологии. Добавим, что на первом заседании Милимиджлиса 6-го созыва выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Цитата. Выборы в очередной раз доказали отсутствие альтернативы, проводимой в стране политики. Наш народ сегодня живет в условиях стабильности и безопасности. Экономический рост, достигнутый за последние 16 лет, не имеет себе равных в мире. И Азербайджан продолжит успешно продвигаться по пути независимости, заявил Ильхам Алиев. Одной из главных обсуждаемых тем этих дней стал обвал нефти, рубля и мировых рынков. В Вене 6-го марта прошло заседание министров нефти ОПЕК и стран, не входящих в организацию, включая Россию, Казахстан и Азербайджан на ОПЕК+. Впервые с 2016 года участники встречи не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти. И она перестанет действовать уже с 1 апреля. После чего уже сегодня получился обвал на московской бирже. Доллар в США и евро заметно выросли, а рубль упал, вернувшись к уровням февраля-марта 2016 года. Так, на сегодняшний день курс доллара 72 рубля 2 копейки, курс евро 81 рубль 86 копеек. Американские фондовые индексы в понедельник 9 марта упали максимальными темпами с 2008 года. А стоимость акции нефтяной компании Saudi Aramco на открытии торгов сегодня упала на максимально допустимые 10%. В результате обвала 10 богатейших людей мира потеряли около 40 миллиардов долларов за один день. Стоит сказать, что повышение курса доллара в первую очередь ощутили на себе страны-импортеры нефти и газа. Среди них Азербайджан. Однако в стране сохраняется стабильность на валютном рынке. Доллар ни на один цент не подорожал. По мнению аналитиков, это произошло благодаря тому, что Азербайджан организовал очень хорошую подушку безопасности в виде золотовалютных резервов. По сообщению оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана, число зараженных коронавирусом в республике увеличилось до 11 человек. Ранее в республике было зарегистрировано 9 случаев заражения вирусом. Один из больных гражданин России. Еще у двоих граждан Азербайджана был диагностирован коронавирус после того, как они вернулись из Ирана, где сейчас свирепствует эпидемия. В настоящее время пациенты, помещенные в специализированной больнице и находящиеся под наблюдением, чувствуют себя нормально, сообщает штаб. Также сообщается, что штаб на основе консультации со Всемирной организацией здравоохранения рекомендовал на другое время перенести все массовые мероприятия на Навруз, а также воздержаться от празднования свадеб и проведения массовых поминальных церемоний. В России на сегодняшний день выявлено 20 человек, зараженных новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения заявила, что готовится объявить пандемию. Однако пандемия коронавируса будет первой в истории, которую можно будет контролировать. Об этом свидетельствует опыт Китая, который с помощью жесточайших мер сумел переломить ход эпидемии внутри страны. Сегодня, согласно новому отчету ВОЗ, количество заразившихся в 115 странах мира – 114 422 человека. Скончались 4 027 человек, выздоровели 64 088 человек. Также организация дала оценку риска распространения заболевания. По Китаю, а также на региональном и глобальном уровнях, оценка риска продолжает оставаться очень высокой. Сейчас во всех странах Европы выявлены случаи заражения. Самая сложная ситуация продолжает оставаться в Италии. Там за сутки были зафиксированы почти 2000 новых случаев заражения вирусом. Сообщается, что из-за ухудшения здоровья экс-президента Армении Роберта Кочаряна заседание суда, намеченное на сегодня, было перенесено. Перед заседанием суда общей юрисдикции Иривана стало известно, что у Кочаряна была диагностирована острая вестибулопатия, альтериальная гипертензия, нарушение ритма сердца, высокий кардиоваскулярный риск, из-за чего врачи рекомендовали не транспортировать подозримаемого. Судья перенесла заседание на 17 марта. Отметим, что несмотря на неоднократное ходатайство защиты Кочаряна о смягчении условий пребывания под арестом экс-президента по состоянию здоровья, представители Фемиды упорно не хотят идти на уступки. Напомним, по так называемому делу 1 марта проходит экс-президент Роберт Кочарян, бывший вице-премьер Армен Геваркян, экс-министр обороны Сиран Аганян и экс-начале генштаба вооруженных сил Армении Юрий Хачатуров. Дело связано с поствыборными событиями 1 марта 2008 года. После президентских выборов в Ереване проводились акции протеста, в которых принимал участие нынешний премьер-министр Пашинян. При столкновениях оппозиции и сил правопорядка погибли 10 человек. Добавим, что сам премьер-министр Армении Никол Пашинян в это время находится в отпуске и проводит агитационную кампанию по стране в рамках запланированного референдума по конституционным изменениям. Сегодня на официальном ютуб-канале Евровидения была презентована песня и клип азербайджанской участницы международного песенного конкурса 2020 года. В этом году Азербайджан на Евровидении представит певица Самира Эфинди с песней «Клеопатра». «Клеопатра» «Клеопатра» «Клеопатра»